Приветствую вас, дорогие друзья! Вы находитесь на канале UK English, с вами Елена Викторовна. Мы продолжаем с вами разбираться с проблемами, которые могут с вами случиться. Но в этом уроке, в уроке номер 35, мы поговорим о глобальных проблемах, о мировых проблемах, global problems. Я надеюсь, друзья мои, что никакие глобальные проблемы на вас не влияют. Но, например, если вы смотрите, скажем, новости на английском языке, то вам в любом случае понадобятся некоторые термины, потому что в новостях очень часто любят говорить о проблемах. О чем же еще говорить, если не о проблемах? Когда все хорошо, это неинтересно. Когда все плохо, об этом можно поговорить. Именно по этому принципу работают новости практически во всем мире. Итак, если вы готовы узнать, как называются разные виды глобальных, мировых проблем, то welcome to unit number 35 и канал UK English. Меня зовут Елена Викторовна. Переходим к разбору материала. Natural disasters. Сначала мы поговорим о природных катаклизмах. Disaster переводится как катастрофа, но можем переводить и как катаклизм. There was a hurricane there last year. There was a snowstorm there last year. There was a forest fire there last year. Там было такое-то происшествие в прошлом году. Hurricane – это ураган. Ураган. Обращаю внимание, как читается это слово. Hurricane – ураган. Snowstorm – снежный шторм, снежная буря. Forest fire – лесной пожар. Просто fire – это пожар. Forest fire – это именно пожар в лесу. Forest в английском языке это лес. Мы с вами уже хорошо знаем. Ураган. Итак, что такое hurricane? Hurricane is a very strong wind. Ураган – это очень сильный ветер. Разрушительный ветер. У нас, кстати, пару лет назад в Одессе был ураган. Он длился, чтобы не соврать, минут 10, может быть, 15. Это все случилось в начале пляжного сезона. И после этого урагана, друзья мои, after this hurricane, наш город был буквально раскурочен. Я не представляла никогда именно силу природы, пока это не случилось в моем родном городе. Чтобы не соврать, около тысячи деревьев было уничтожено. Они валялись везде на проезжие части. Оборвало очень много линий электропередач. На берегу были изуродованные пляжные террасы. То есть унесло куда-то, я даже не знаю, куда, всякие пляжные шезлонги, зонтики. Там оторвало куски крыш. То есть это была просто реальная катастрофа, друзья мои. Поэтому если столько начудил hurricane, ураган, который длился 10, максимум 15 минут, я даже не могу представить, что может совершить ураган, который будет длиться час или день. Как, например, случается в разных точках мира. Поэтому, друзья мои, hurricane, it's not just a very strong wind. It's an extremely strong wind. Это безумно сильный ветер. And it can cause a lot of trouble. Он может принести очень много беды. Итак, следующая катастрофа. Snowstorm. It's when there is a lot of snow and wind at the same time. Снежная буря, снежный шторм, когда очень много снега и ветра, в одно и то же время. У нас в городе такое бывает крайне редко. Все-таки у меня южный город. Но, например, я знаю, что несколько лет назад, где-то в Европе, по-моему, в Латвии, был сильный снежный шторм. Навалило очень много снега на крышу одного из торговых центров. И эта крыша провалилась. И у меня, представляете, подруга как раз была в то время вот в этом вот месте. Да, и слава богу, она говорит, мы за два часа до этого были в том магазине. Понимаете? Поэтому тоже очень опасное явление. Snow storm. И последнее. Forest fire. Лесной пожар. When it is very dry and trees catch fire. Когда очень сухо и деревья могут загореться. Расскажу вам. Раз уж я вам рассказываю историю, расскажу еще одну историю. Это случилось, опять же, лет, наверное, восемь назад. У нас очень засушливые места, особенно летом. Однажды мы поехали к небольшому водоемчику, решили там устроить себе шашлычок. Был мангал, который там стоял специально для туристов. Но в то время был очень сильный ветер. И одна маленькая искорка с нашего мангала слетела и упала на траву. Трава была очень сухая. The grass was very dry. Трава была очень сухая. И за счет того, что был этот сильный ветер, ну, может быть, метров, я не знаю, 20 в секунду, да, очень сильный был ветер. И буквально мгновенно мы даже не успели понять, что произошло. Секунд за 20, за 30, все, куда дул ветер, оно покрылось пламенем. То есть за минуту у нас горело там все, понимаете? Горели деревья, горела трава, несмотря на то, что мы были возле водоема, мы не могли это все потушить. У нас физически не хватило силы, чтобы с такой скоростью тушить, как ветер раздувал пожар. И мы, единственное, что мы придумали, мы просто обошли с другой стороны лесополосы. Слава богу, да была маленькая, маленький лесочек, там пару деревьев. Мы потушили его с другой стороны. Но все, что было рядом с нами, метров, наверное, 20-30 этого леса, все выгорело, к сожалению. Хорошо, что все-таки мы пожар этот остановили, он не пошел дальше. Поэтому forest fire – это очень большая катастрофа, когда буквально за день может выгореть то, что росло годами, а может быть, даже веками. Очень все это, друзья мои, неприятно, печально, и, к сожалению, это случается. Давайте посмотрим еще несколько видов катастроф. San Francisco had had a lot of earthquakes. В Сан-Франциско было очень много землетрясений. Earth quake – землетрясение. When the earth moves – когда земля двигается. Earth – это земля, quake, как тряска, да? Earth quake – все вместе используется в значении землетрясения. There were serious floods in the north yesterday. Были очень сильные наводнения на севере вчера. Обращаем внимание на слово flat, которое очень многие читают неправильно, в силу того, что в русском языке в интернет-сленге появилось слово flood, которое произошло, естественно, от английского слова flat, просто его кто-то неправильно прочитал. В интернете вы используете слово flood в значении, когда переписка завалена, залита, да, какими-то идиотскими комментариями не по теме. Мы это называем flood. Естественно, flood работает здесь в переносном значении, но вообще слово flood переводится именно как наводнение, когда все залито водой, воды слишком много. There is too much water. И читаем, естественно, это слово правильно, это слово исключение. Оно читается как flood. Река очень часто выходит из берегов после сильного дождя. The river floods, то есть река выходит из берегов. Water goes over the river banks. Вода выходит за берег. Bank – это берег. River bank – берег реки. Go over – выходить через. Выходить сверху. Water goes over the river banks when there is a heavy rain and the river floods. Итак, давайте еще раз повторим названия этих природных катастроф. Disaster – катастрофа или катаклизм. Natural – это естественный или природный. Hurricane – это ураган. Snowstorm – снежная буря. Снежный буран. Forest fire – лесной пожар. Earthquake – землетрясение. Flood – наводнение. Heavy rain – это ливень. Далее, друзья мои, естественно, природные катаклизмы – это страшно, но люди сами, как говорится, могут начудить. В этом пункте мы поговорим о man-made problems – о проблемах, созданных человеком. Man-made – созданные человеком. Problems – проблемы. There are too many people in some places. Cities are too crowded. Слишком много людей бывает в некоторых местах. Города переполнены людьми, перенаселены. Итак, there are – есть. Что есть? Too many people. Слишком много людей где? In some places. Такие предложения, как я вам говорила, которые начинаются с there are, удобно переводить с конца. В некоторых местах слишком много людей. Cities are too crowded. Города слишком населены. Crowd, как существительное, используется в значении толпа. И мы можем встретить вариант crowded, то есть наполненный людьми, населенный людьми. Слово crowded, как прилагательное, присоединяем через linking verb are. Cities are crowded. Города населены. Too crowded – слишком населены. Too – усилительная частица, которая говорит, что что-то слишком или чрезмерно. Many people are poor. Многие люди бедные. Poor means they do not have enough money. У них нет достаточно денег. They are poor. Many people are hungry. Многие люди голодают. They do not have enough food. У них недостаточно еды. Many people are homeless. Многие люди бездомные. They do not have a place to live. У них нет места, чтобы жить. Homeless, бездомный. У нас, конечно, таких людей называют довольно-таки грубо. Их называют бомжами. Но в Америке, в англоговорящих странах, вот этот термин homeless, он просто показывает, что у человека нет постоянного места жительства. У него нет дома. Но это не значит, что он бомж. Хотя очень часто, конечно, такие люди превращаются в грязных людей. Но очень часто homeless people, например, в Америке, они имеют возможность следить за собой. Идти, там, скажем, в общественную баню, пойти постирать вещи в общественной прачечной. У нас же такой возможности, к сожалению, для бездомных людей нет. Поэтому они очень быстро опускаются. Many people are unemployed. Многие люди безработные. Unemployed, безработные. They do not have a job. У них нет работы. Давайте еще раз повторим эти связочки. Poor – бедный. Hungry – голодный. Homeless – бездомный. Unemployed – безработный, не имеющий постоянного места работы. There is a lot of pollution in many places. Во многих местах очень много грязи или сильное загрязнение. Слово pollution используется в значении загрязнение. Pollution читается именно так, ударение на второй слог. Соответственно, мы можем образовать прилагательное polluted – загрязненный, либо pollute – загрязнять, как глагол. Pollution means when the air, water or earth is dirty and bad for people, plants and animals. Pollution обозначает, что воздух, вода или земля загрязнены, грязные, и они являются плохими, непригодными для человека, для растений. The river is polluted and a lot of fish have died. Река загрязнена и многие виды рыб умерли. The river is polluted. Река загрязнена. Прилагательное polluted используется вместе со связующим глаголом, например, глаголом be. The air pollution is very bad today. Загрязнение воздуха очень сильное в наши дни. Я думаю, вы обратили внимание, что глагол bad, здесь неудобно переводить в своем первом значении, как плохой. When something is bad for a person, оно непригодно для человека. The air pollution is very bad. Загрязнение воздуха очень сильное, а не плохое. Понятное дело, что это плохое, но bad, видите, может использоваться и в дополнительных значениях, друзья мои. Давайте еще раз посмотрим на список слов на данном слайде. Crowd – толпа. Crowded – наполненный толпой, наполненный людьми. То, в каком состоянии неприятным может оказаться человек. Poor – бедный. Hungry – голодный. Homeless – бездомный. Unemployed – безработный. Pollution – загрязнение. Polluted – загрязненный. Продолжаем с вами говорить, друзья мои, о проблемах, которые создает сам человек, и сам же в них и попадает. The American War of Independence started in 1775 and ended in 1783. It lasted for eight years. Американская война за независимость начала в 1775 году и закончилась в 1783 году. Она продолжалась на протяжении восьми лет. Итак, War of Independence – война за независимость. То есть, американцы, естественно, не говорят слово American, когда говорят об этой войне. Я думаю, что об этой войне вы слышали. Может быть, вы смотрели фильм «Унесенный ветром» про Скарлетт. Известнейший фильм. Я думаю, что все его видели. Если не видели, то слышали, по крайней мере, об этом персонаже. И помните, как раз там действие разворачивалось во время этой войны. Она называется The War of Independence. Очень много людей тогда умерло. Было перераспределение собственности, да, ну, тяжелые очень времена. И те восемь лет, конечно же, наделали очень много бета. И американцы до сих пор вспоминают, наверное, с ужасом об этом неприятном эпизоде своей истории. War of Independence – война за независимость. Теперь давайте посмотрим, что же такое war. Война. War means fighting between two or more countries or nationalities. Итак, война обозначает битву, схватку между двумя либо более странами, либо национальностями. И дополнительно вам стоит запомнить слово independence, которое переводится как независимость. Depend – это зависеть. Independence – соответственно, независимость. In – работает как отрицательная приставка. Следующий блок. The teachers are on strike today. Сегодня учителя на забастовке. Учителя бастуют. Be on strike – это быть на забастовке. Находиться в состоянии забастовки. Strike means when people refuse to work because, for example, they want more money. Забастовка, strike – это состояние, когда люди отказываются работать, потому что, например, им платят мало денег. Они хотят больше денег. У нас в стране, конечно, забастовки практически не работают, но, например, во многих европейских странах есть так называемые профсоюзы, которые защищают права рабочего класса, людей, которые не могут сами себя защитить, которые не могут нанять дорогих адвокатов и так далее. Поэтому очень часто такие страйки, забастовки, страйкс, они организовываются, и люди действительно могут добиться улучшения условий своего труда. He had a car crash on the way to work. Он попал в аварию, в автоаварию, по дороге на работу. Crash – это… мы знаем слово crash предыдущего юнита. Мы говорили, что компьютер ломается, the computer crashes. Но также слово crash, как существительное, может использоваться в значении авария. A car crash – это автоавария, автомобильная авария. Используется такая связка довольно-таки часто, думаю, несложно будет её запомнить. Car – машина crash, как авария, столкновение. On the way – по дороге, куда to work, на работу. The traffic jams in the city are terrible in the rush hour. Дорожные пробки в городе ужасны во время часа пика. Traffic jam – это дорожная пробка. Вообще слово jam – это джем варенье, да, то есть машин так много, что они действительно превращаются в какую-то общую массу. То есть думаю, что джем в данном случае используется в переносном плане. И traffic – это движение на дорогах. Traffic jam – то есть когда всё смешалось, кони, люди, и всё стоит. Traffic jam – пробка на дороге. В русском языке мы используем, видите, другое слово. Слово пробка в переносном значении. И термин rush hour переводится как час пик. Вообще rush в английском языке – это спешить, то есть rush hour – то время, когда все спешат. Машин, естественно, на дорогах становится очень много. И образовывается обычно traffic jam – дорожная пробка. И что такое rush hour? Rush hour means times when everyone is going to work. Rush hour – это время, когда все едут на работу. Ну, либо наоборот с работы, да. Ещё раз повторяем новые для нас термины. War – война. Independence – независимость. Слово last переводится как длиться. It lasted – она длилась. И далее после for указываем, какой период времени. For eight years. On strike – быть на забастовке. Просто strike – забастовка. Car crash – автомобильная авария. Traffic jam – пробка на дороге. Rush hour – час пик. Теперь, друзья мои, на этом слайде мы с вами подумаем, какая же проблема, какая катастрофа изображена на каждой картинке. У нас есть такие слова, как strike. Вот оно. Flood. Как вы думаете, где находится flood? Flood is picture number three – наводнение. Hurricane. Where is a hurricane? You are right. Hurricane is picture number seven – ураган. Forest fire. That's quite easy. Forest fire. It's picture number six. Forest fire. Earthquake. Where is the earthquake? How do you think? That's picture number five. Traffic jam. Where is a traffic jam? I think you know, it's a picture number eight. Car crash. Where is a car crash? Yes, it's here. Picture number two. Snowstorm. Snowstorm. It's picture number nine. And the last. Where. Where is picture number four. Еще раз повторим эти слова. Strike – забастовка. Flood. Наводнение. Вот наводнение. Hurricane. Ураган. Forest fire. Лесной пожар. Earthquake. Землетрясение. Traffic jam. Пробка на дороге. Car crash. Автомобильная авария. Snowstorm. Снежная буря. Were. Война. Теперь, друзья, мы в этом блоке. Мы с вами еще раз прослушаем предложения, которые мы разбирали. Здесь текст, повторюсь, американский. Но особо каких-то отличий между британским и американским вариантов здесь не будет. Поэтому слушаем внимательно. Смотрим на картинки. Думаю, вы догадались. This is a traffic jam. Тут действительно jam, друзья мои. Сто процентный. Мне кажется также, что это еще и Very big car crash. Traffic jam. Something terrible. Yes? And here we see the traffic jam. Да, аварии нет. Просто огромная пробка. A huge traffic jam. Итак, слушаем внимательно этот блок и двигаемся дальше. Субтитры создавал DimaTorzok. There was a hurricane last year. California has had a lot of earthquakes. The town was severely damaged by floods after the heavy rains. There are too many people in some places. Cities are too crowded. Many people are poor. There is a lot of air pollution in many cities. The air pollution is very bad today. The river is polluted and a lot of fish have died. Several countries are now at war. The traffic jams in the city are terrible during rush hour. He had a car crash on the freeway. There is a teacher's strike today. The bus drivers are on strike. И теперь, друзья мои, еще раз повторим все, что мы выучили на данном уроке. Катастрофа. 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 Естественный природный. Нейчерал. Харикейн. Ураган. Харикейн. Сноу-сторм. Снежная буря. Сноу-сторм. Форест фаер. Лесной пожар. Форест фаер. Эртквейк. Землетрясение. Эртквейк. Флад. Наводнение. Флад. Хэви рейн. Ливень. Хэви рейн. Крауд. Толпа. Крауд. Краудит. Наполненный людьми. Краудит. Бедный. Бедный. Пор. Хангрей. Голодный. Хангрей. Хомлес. Бездомный. Хомлес. Анэмплоид. Безработный. Анэмплоид. Полушен. Загрязнение. Полушен. Полутит. Загрязненный. Загрязненный. Полутит. Война. Война. Индепенденц. Независимость. Индепенденц. Ласт. Длиться. Ласт. Безус. Он страйк. Быть на забастовке. Би он страйк. Кар крэш. Автомобильная авария. Кар крэш. Трафик джем. Пробка на дороге. Трафик джем. Раш ауа. Час пик. Раш ауа. Итак, друзья мои, на этом юнити мы с вами останавливаемся по темам изучения именно слов. И со следующего юнита мы с вами будем разбирать отдельно английские глаголы, которые очень часто входят в разного рода полезные устойчивые связки, которые используются постоянно. В следующем юнити мы с вами начнем с глагола have и далее будем проходить все больше интересных полезных глаголов, которые очень часто используются в разговорной речи, с которыми очень многие русскоговорящие испытывают поначалу огромные проблемы. Итак, друзья мои, мы с вами выучили к 35-му юниту огромное количество новых слов. Мы с вами на этом уроке выучили порядка 20 новых слов. У нас бывают более объемные уроки, где мы с вами разбираем 40-50 новых слов. Поэтому вы уже, в принципе, обладаете достаточно богатым словарем и можете без проблем читать английские книги для начинающих и нижнего среднего уровня, которые требуют знания около 1000-1200 английских слов. Но, конечно, совершенству нет предела, поэтому в следующем уроке готовьтесь, будет очень интересный полезный юнит и он будет не единственным. Поэтому надеюсь, что материал вам полезен, надеюсь, что сегодня, несмотря на то, что тема такая довольно-таки неприятная, но тоже нужно об этом знать, тоже нужно знать такие слова. Надеюсь, что вы никогда не попадали ни в какую катастрофу, аварию и жизнь у вас благополучна. Друзья мои, я вам искренне желаю, чтобы у вас все было хорошо. Занятие для вас провела Елена Викторовна, канал OK English. Следите за обновлениями, до встречи в новых уроках на моем канале. Желаю вам успехов. Bye-bye. Субтитры сделал DimaTorzok